Ура! Спустя несколько недель работы, я наконец-то закончила делать своего нового персонажа. Жду не дождусь, когда наконец-то смогу показать его подписчикам, чтобы они сказали, что они думают. Я определенно точно делала его сама и ниоткуда никогда не срисовывала. Хммм, интересно, что они скажут по поводу этой девочки. Итак, окей, ладно. Так, подождите, стоп. Что это странное? Это что такое? Это... О, боже мой! Итак, всем привет, ребята, и с вами Брис. Знаете, у меня есть уже такой ролик, где я рассказываю, почему сравнивать чужих персонажей с какими-то фандомными или другими. Это невежливо, нехорошо и просто плохо, да? И я приводила аргументы, но знаете, как обычно, всё новое это хорошо забытое старое, верно? Этому ролику, наверное, уже больше года. Неудивительно, что его никто не смотрит. И если раньше шутки про Пинки Пай вёл были шутками, и я уже даже как-то с ними свыклась, то теперь началась новая волна. Потому что приходили новые люди, которые не понимают, не понимают вообще ничего. И мне, честно говоря, кажется странным, что я действительно должна делать ещё один ролик на эту тему. Но, как видите, да, я его должна делать. Люди не понимают, в чём дело, не понимают, как так. На меня наехали недавно за то, что я обижаюсь на какую-то ерунду. Начнём с того, что я, во-первых, ни на что не обижаюсь. То, что мне там что-то неприятно, или я отвечаю на комментарии, или я их удаляю. Просто потому, что они мне не нравятся, это, естественно, моё дело. Но я хочу сказать, что у меня, кстати, в правилах в паблике написано, что сравнивать моих персонажей абсолютно с любыми другими какими-то запрещено. Просто потому, что мне как бы неприятно это читать. Не то, что я там обижаюсь, и иду плакать в подушку, и думаю об этом всю ночь. Нет, ни в коем случае. Но, как видите, недавно я завела твич. Кстати, заходите на твич. И сделала себе модельку. Если честно, странно, что докопались именно до неё. Честно, я не думала, что так будет. Абсолютно. Казалось, что я делаю всё правильно. Я взяла старый дизайн и сделала на основе старого дизайна, в общем-то, новый дизайн. Ну, как поступил бы абсолютно любой умный человек, который хотел бы сделать себе редизайн персонажа. Но, люди считают, опять же, не все, некоторые. Те, которые очень много переиграли в Геншин, и, возможно, никого больше в своей жизни не видели, кроме как персонажей из Геншина. Возможно, они живут среди персонажей Геншина. Скорее всего, их комната выглядит полностью обклеенная обоями из Геншина, потому что по-другому я не могу объяснить наличие всех этих факторов. В общем, да. Можно было бы сказать, что это Геншин головного мозга. Но, опять же, я знаю, что не все фанаты такие, но неважно, начали предъявлять мне за то, что мой персонаж, именно я уже, похож на Кокоми. И, честно говоря, первые две секунды я сначала подумала, блин, похоже, наверное. Потом я не поленилась и сделала вот эту чудесную картиночку, на которую сейчас вы смотрите. И я поняла, что у них вообще нет ничего общего. То есть, ноль совпадений по цветам, ноль совпадений по палитре. Там и близко нет таких же оттенков, которые есть на Кокоми. Но при этом люди, люди видят в ней Кокоми. Вопрос, почему? Почему? Ну, потому что у нее тоже связана тематика с водой. А если вода, значит Геншина, если Геншин, значит Кокоми. То есть, ну, типа, очень-очень логично. Ну, вот вы видите эту цепочку? Вы ее проследили, да? Вот я ее не проследила изначально. Но теперь я согласна. Конечно же, я украла этот дизайн, у них хуё. Определенно. Определенно никого не смущает тот факт, что я вообще-то твой персонаж создала еще до того, как вообще Кокоми была, наверное, в планах у них. Но не важно. И почему же, ребята, так говорить невежливо и плохо? Во-первых, абсолютно нормальная реакция у человека. Это когда ему пишут, блин, твой персонаж похож на... Это негатив. Я объясню, почему негатив. Потому что этот комментарий не звучит как, о, мне нравится этот персонаж, а твой похож на него. Так что он мне тоже нравится. Это звучит как, ха, ты что, не можешь сам ничего придумать? Ты срисовал? Ты сплагиатил? Ты что, лошара? Ты вообще, вот пойду, напишу на тебя пост в СН, что ты украл. Вот так звучат эти комментарии. И даже если вы не считаете это плагиатом, всем плевать. Потому что лично я так комментарии эти вижу. И не только я. Еще раз говорю, не только я. Потому что мне уже начали предъявлять, что это мои проблемы, что я обижаюсь на это, что я задеваюсь, что я обращаю на это внимание. Но на это тяжело не обращать внимание. Когда под твоим постом с артом абсолютно другого персонажа начинает происходить срач. Срач на тему, о, нет, Бри, зачем ты наехала на человека, а ты просто написал одно слово в ответ. Там девочка написала, что персонаж похож на Кокоми. Я ответила смешно, и из-за этого начался срач. Чтобы вы понимали, после этого я даже ничего не писала. И такие наезды всегда очень странными казались мне, и за год ничего не изменилось. То есть, ребят, это супер-мега-ультра. Очевидно, что невозможно придумать что-то новое. Но когда тебе кидают персонажа, который совсем, то есть даже близко не похож на твоего, это как-то, ну, тупо. Хочется отправить человека, не знаю, купить очки, сходить к кулисту, проверить зрение. У меня была такая ситуация довольно давно, а может и не недавно, я не помню. В общем-то, я нарисовала вот эту камешку, да. И это был персонаж заказчика, не мой. И мне в комментарии скинули, что персонаж похож на вот этого персонажа. Первый персонаж полностью весь в фиолетовых тонах, от фиолетовой кожи, от фиолетовое платье. Второй, это просто обычная девочка, я не знаю, кто это, мне не важно, кто это. Но сам факт. И когда я сказала, что зачем вы скинули абсолютно другого персонажа, мне сказали, что просто художник так нарисовал персонажи, то похожи. Нет, персонажи не похожи. И я серьезно, даже если вам кажется, что что-то там похоже, и даже если это серьезно похоже, если вы не хотите написать человеку именно поругаться с ним, типа, блин, ты что, украл дизайн, то не надо это писать. Ну, ну серьезно, вот зачем? Зачем вы хотите стригерить кого-то? Скорее всего, я буду просто такие комменты удалять, потому что мне как-то надоело. И ладно бы, если бы скидывали реально похожих персонажей, можно было бы как-то, ну, задуматься, что-то поменять, типа, вот это я не оригинальная. Но серьезно. Особенно это, кстати, касается фанатов Геншина. Я еще раз говорю. Я знаю, что не все фанаты такие, но почему-то большинство людей делает так. Ребята, не все в этом мире создал мифуё. Не все в этом мире есть в Геншине. А даже если что-то похожее есть, не надо. Есть куча просто похожих по палитре персонажей. Не из Геншина, не из Ханкая, не из любой другой их игры. Прекратите так делать. Это просто мега кринж. Я не знаю, почему вы это пишете другим художникам. Пожалуйста, пожалуйста, остановитесь. А всем, кто дожил до этого момента, хочу сказать спасибо. Я надеюсь, что вам такое не писали. Я надеюсь, что вы сами такое не пишете. Я надеюсь, что у вас все мега утро чудесно и хорошо. Лето проходит отлично. Кстати, с наступившим вас июлем. У вас еще есть много времени на отдых. Отдыхайте. Подписывайтесь на мой канал, на твич обязательно, на инст, на вк, на в общем-то все-все-все. Помните, что это развлекательный видос. Я ни на кого не наезжаю, потому что если я с кем-то ругаюсь, я ругаюсь с ним лично, а не пишу это в комменты. Всех люблю, всех целую и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok